Всех приветствую в ближайшие минуты о главных событиях. Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила видео с тренировки. Фигуристка показала, как исполняет вращение на льду. А ноги помнят, подписала видео Загитова. Первыми это видео увидели подписчики нашего телеграм-канала и оставили множество комментариев и эмодзи под этим видео. Ссылка на наш телеграм-канал в описании под этим видео. Присоединяйтесь. Алена Косторная купила электромобиль. Друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью. Я купила новый автомобиль, а точнее мой первый электромобиль. Побежала тестировать все возможности в деле. Удачи мне на дороге, написала Косторная. Хореограф Мари Франц Дюбрей поставила новую программу Каори Сакамот. Об этом сообщила Ледовая академия Монреаля. Похоже, Каори отлично провела время в нашей академии. Не терпится увидеть новую произвольную программу в постановке Мари Франц Дюбрей на соревнованиях в этом сезоне, сообщили в Монреальской академии. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, за что уважает Каори Сакамото. Японская фигуристка является трехкратной чемпионкой мира. Огромное уважение вызывает Каори Сакамото. Пусть она и не прыгает в четверные прыжки, но держаться столько лет на высоком уровне, проявлять настоящий спортивный характер – это многого стоит. Даже при отсутствии серьезной конкуренции важно не опускать собственную планку, показывать максимум своих возможностей. Также вызывает уважение, что в своих интервью она отмечает уровень российских одиночниц. «Наши девочки по-прежнему выполняют сложнейшие многооборотные прыжки, которые на международной арене сейчас особо не увидеть», сказала олимпийская чемпионка Пекина 2022 года. Также Щербакова рассказала, кто из зарубежных одиночников ее впечатляет. «Я люблю фигурное катание не только как спортсменка, но и как зритель, поэтому часто смотрю соревнования. В этом сезоне было интересно следить за конкуренцией в нашем мужском одиночном фигурном катании». Также смотрела и чемпионат мира. «Очень впечатляет Илья Малинин. Он творит историю в момент, когда казалось, что уже достигнут максимум», сказала Щербакова. «Анна рассказала о восстановлении после операции на голеностопе, которую она перенесла в марте. «Я всегда стараюсь быть оптимистом. Каждый раз при травме за основу беру минимальные сроки восстановления. К сожалению, бывает, что-то идет не по плану, но это не повод впадать в уныние. Именно в такие моменты есть время для размышлений. Анализируешь произошедшее, строишь планы на будущее и просто мечтаешь». «Думаю, очень важно верить, что в конечном итоге все будет хорошо», сказала Щербакова. «Анна рассказала, хочет ли стать тренером». «Я не исключаю такого варианта развития событий, но осознаю, что это очень большая ответственность. Здесь нельзя просто попробовать, в это надо погрузиться полностью, нести ответственность за своих спортсменов, которые доверили тебе свою спортивную судьбу. Сейчас я часто провожу мастер-классы, мне очень нравится работать с детьми. Посмотрим, приведет ли это меня к тренерской работе», сказала Щербакова. Призер Чемпионата мира 2019 года Александр Энберт поделился мнением о российских танцах на льду. «В танцах на льду у нас есть прекрасная пара Степанова-Букин, которая имеет колоссальный опыт международных турниров, прекрасно катается. В танцах на льду сложно строить какие-то прогнозы, не видя очные противостояния. Хавронина и Нарижный должны выступать на мировой арене и показывать свое катание. В танцах на льду первая тройка очень плотная, опытные спортсмены. Ребята показали в этом году классное катание, быстро скатались, они семимильными шагами идут вперед. До тройки Чемпионата мира нужно пройти определенный путь, конечно», сказал Энберт. Станислава Константинова объяснила, почему не показала номер с турнира «Шоу-программ». В марте фигуристка сообщала, что организаторы турнира «Шоу-программ» сняли ее номер с заявки. Константинова собиралась выступить в образе атаманша из бременских музыкантов. «Если честно, очень негативная была ситуация, прям максимальная. Я, конечно, очень была в расстроенных каких-то чувствах. И когда закончился весь турнир, я уже на самом деле очень приободрилась поддержкой фанатов и так далее. Ну, с организаторами мы тоже поговорили, и в целом у нас нет никакого конфликта. И прошла где-то, наверное, неделя, потому что я поняла, что мне нужно отдохнуть, как-то вообще отключиться от всего этого. И если честно, я прокатала этот номер пару раз и поняла, что он у меня вызывает очень негативные какие-то эмоции. И я уже начала готовиться к тому, чтобы снимать, но как-то оставила эту идею. Несколько человек, конечно, спрашивали, «Ну как же так? Ты не сняла, ты же обещала». Но все-таки очень негативные какие-то для меня эмоции. Я не хотела бы, наверное, снова продолжать обсуждение в негативном ключе насчет этой темы», рассказала Константинова. Даниил Самсонов рассказал, как вместе с Андреем Изалевым опоздал на самолет. Фигуристы летели из Москвы во Владивосток на шоу Этери Тутберидзе. Смотрю на табло, Владивосток, посадка закончена. И все, меня накрывает жуткая паника. Я впервые в такой ситуации. Я ведь человек, который не любит опаздывать вообще. Всегда прихожу заранее. Если бы мы опоздали на самолет в Санкт-Петербург, куда лететь всего час и вылеты каждые 10 минут, это был бы вообще другой вопрос. А это все-таки Владивосток. Восемь часов в воздухе, говорит Самсонов. Он добавил, что пришлось возвращать билеты и покупать их заново. «Я не знаю, что со мной происходило. Меня трясло как никогда. Нам повезло, следующий рейс был уже через 2 часа. Но места в экономе на второй самолет не было. Мы полетели в комфорте. Это не бизнес-класс, но места было побольше. Цена была, конечно, нереальная», — говорит Самсонов. При этом багаж с костюмами и коньками фигуристов для шоу остался в Москве. Для выступления им пришлось взять коньки у Макара Игнатова и Арсения Федотова. Тутберидзе, конечно, высказала все, что она о нас думает. «До выступления нам с Андреем пришлось ехать в магазин за нужной одеждой. Мы все купили, так что на репетицию у Андрея все было хорошо, а я трижды падаю на дорожки, и сальхов не получается совсем». Этерия Георгиевна и все остальные дико смеялись нас. «На самом шоу, к счастью, мы хорошо откатали номера, никто даже ничего не заметил. Правда, на финал мы не вышли. Арсению и Макару нужны были их коньки», — рассказал Самсонов на канале «Фигурка». Российская фигуристка Виктория Барахтина работает над получением открепления от Федерации фигурного катания России. Спортсменка намерена выступать за Канаду. «Да, Виктория хотела бы выступать за Канаду, но открепления мы пока не получили. Точной причины нам не сообщили», — сказала мама фигуристки Елизавета Барахтина. В марте фигуристка заняла 13-е место на первенстве Москвы старшего возраста. Она тренируется под руководством Елены Жгун. Журналист Владислав Жуков прокомментировал слухи о возможности перехода Софьи Акатьевой в сборную Грузии. Напомню, Софья не выступала в прошлом сезоне из-за травмы. В феврале этого года она вернулась к тренировкам на льду. Учитывая, что исполком Федерации фигурного катания России до декабря больше собираться не будет, а релизы раздают только на нем, Софья уже наверняка не успевает получить сертификат от ИСУ. И даже если отмести вообще все аргументы и предположить, что Грузия или кто-либо еще направит такий запрос по ней в декабре, это все равно не будет иметь никакого практического смысла. Потому что даже в этом случае Акатьеву допустят до международки только в сезоне 2025 и 2026. Тогда ей уже будет 18 лет, она два года просидит без соревнований. Как поведет себя организм в этих обстоятельствах вопрос колоссальный. Кроме того, Акатьева фигуристка статусная, ее надо обеспечивать подходящим инвентарем. Оплачивать лед и тренера, ведь после ухода из сборной России она обязана будет платить за себя самостоятельно. Все это встанет в сотни тысяч рублей в месяц. Грузия такие расходы не потянет. У Софьи, повторюсь, на данный момент нет ультра-Си, она очень много пропустила. Для Грузии вложение в такой проект колоссальный риск, который может обернуться огромным финансовым провалом. В России Софью могут ждать хоть год, хоть два. Она сможет спокойно восстановиться, набрать форму и вернуть все потерянное. В Грузии же никто ждать не будет. Олимпиада 2026, их идея фикс и, возможно, единственный шанс на командную медаль в обозримом будущем. В это вложены большие средства и они должны работать уже сейчас. И есть опасения, что Софья на текущий момент не совсем подходящий им человек, несмотря на всю гипотетическую выгоду. Поэтому можно однозначно утверждать, что Софья Акатьева остается российской фигуристкой, написал журналист Владислав Жуков. Напомню, Акатьева вернулась на лёд после травмы в апреле. Она выступила с показательным номером в шоу Этери Тутберидзе в Москве. Софья в интервью после своего выступления пообещала сделать всё, чтобы участвовать в соревнованиях в следующем сезоне. Камила Валиева стала ведущей молодёжного фестиваля в Санкт-Петербурге. В паузе на прогоне фигуристка была в хорошем настроении и даже станцевала. Владислав Дюкиджи показал, как играет в баскетбол. Пётр Куменик пересел на гидроцикл. Всё это и не только вы можете увидеть в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. Присоединяйтесь. Спасибо за просмотр. До новых встреч.